Всем привет, дорогие друзья! Рад вас приветствовать на YouTube-канале «Таксистские войны». Поступило несколько интересных новостей из сферы такси. Первое. В правительство Российской Федерации поступило предложение от Общественного Совета по развитию такси, которое возглавляет Ирина Зарипова. Они предлагают признать водительские удостоверения граждан ЛНР и ДНР в Российской Федерации или сделать быструю замену этих удостоверений. Якобы с инициативой уже выступило несколько парков, которые готовы предоставить обучение и дальнейшее трудоустройство таким гражданам. И тут же хочется сказать пару слов о самой Ирине Зариповой. Она вроде как имеет какое-то отношение к аренде автомобилей. И ссылочка на ролик, где про нее кое-что рассказывают, я оставлю внизу, если получится. Так вот, и возникают такие вопросы. За чей счет будет происходить это переобучение, откуда таксопарки найдут работу для данных водителей? Потому что 98% таксопарков в России настроены и заточены на сдачу в аренду автомобилей такси. Своих диспетчерских фактически никто не имеет. А у кого они есть, они дай бог еле-еле могут вообще обеспечить свои-то автомобили заказами. Всю работу сейчас, а точнее все заказы дают агрегаторы. Заказов с каждым днем становится все меньше и меньше. Очень сильно сейчас прогнулась сфера такси. И куда пойдут работать данные водители, непонятно. И кому это вдруг стало так необходимо и нужным? Почему иностранцев не переучивают, когда они приезжают из своих стран и их сразу же допускают на дороге Российской Федерации? Эти новые гажени с правами ЛНР, ДНР будут занимать чьи-то, наверное, места. И куда деться нашим российским водителям или тех, кого в будущем, скорее всего, уволят с работы? Скорее всего, будут массовые увольнения. Кто ответит на эти вопросы? За чей счет будет все это при обучении и дальнейшее их трудоустройство? А вторая новость, она сначала всех обрадовала. Uber сматывает удочки. Но дело все в том, что приложение Uber остается в России. И, соответственно, цены, эти днищинские цены тоже останутся в России. Дорогие друзья, пишите комментарии, ставьте лайки. До новых встреч!